Братья и сестры, первый раз у нас служение, которое 40 минут. Двое братьев сказали слово так насыщенно, но коротко. Я хочу просто еще одну мысль перед тем, как мы помолимся, заканчивая собрание, как вот точку поставить. Мы слышали сегодня о том, что Господь дал нам пример, как молиться. Интересно, открыл эту истину, показывая, на что Бог в молитве обращает внимание. Не на внешне. Вы знаете, всегда наш Бог обращал внимание на другое, чем обращают люди. И даже вот то, что фарисеи потом использовали с книжниками, вот этот прах, который, как пыль, намазывали на свои лица, чтобы показать людям постящимися и молящимися. В той древней традиции, когда люди, приходя к Богу, брали этот прах и посыпали свою голову, говоря, Господи, я ничто. Но, Христос, смотря на все это, говорит, видимое осталось, а вот внутреннее ушло. Вот отношение сердца, что действительно, Господи, я горсть земной пыли пред Тобой. И Бог, обращая на это внимание, говорит, чем на улице стоять и подолгу молиться, зайди в комнату. И сокровенное сердце дороже. Дороже всего того, что люди пытаются показать перед друг другом. Вы знаете, для нас это очень важно. С каким сердцем я к воскресному служению иду? Зачем сегодня я здесь? Какие мои отношения с Богом? Это очень важное слово сегодня для нас, когда мы приходим в Дом Божий. И мы настраиваем свое сердце услышать, Господи, я хочу услышать, что Ты мне скажешь. Интересно, второй брат прочитал те стихи, которые всегда читаем, и он затронул в эту тему об вечере Господней, которой мы готовимся. И открыл этот удивительный пример из стих, который у нас на кафедре стоит. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, тебя и меня, что отдал Сына». И вот этот пример, который евреи, в принципе, очень хорошо знали. Змей, который был возведен в пустыне на жезл и поднят, тогда, когда змеи жарили, вползая в шатры евреев, и смерть смотрела им в глаза, достаточно было с верой поднять свой взгляд на шест, где стоял змей, чтобы ты мог получить жизнь. Как-то гравюру видал, даре, написал эту гравюру, когда вокруг змеи кишат, и видно, кто-то ужаленный уже, теряя сознание, и мать ребенка своего взяла, и голову поворачивает, чтобы он посмотрел на шест, на котором медный змей был. Взгляда достаточно было, чтобы человек мог жизнь получить по-новому. Иисус Христос, говоря об этом, скажет дальше. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир». Это сразу же после вот этого золотого стиха всей Библии. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был что? Спасен». Спасен через Него. И сегодня наши взгляды, они обращены на Иисуса Христа. Как тогда человек, ужаленный змеей, поднимал свой взгляд веры, так и сегодня человек, который ужален грехом, если он приходит к Иисусу Христу, и если он поднимает взгляд веры к Нему, и вот этот стих открывает нам действительно любовь Божию и говорит, «Я пришел для того, чтобы не осудить тебя, а для того, чтобы ты получил жизнь, ты получил спасение». И вот этот стих, который цитировал Алексей, что всякий раз, когда мы берем кусочек хлеба и глоток вина, мы возвещаем смерть Господню. Мы возвещаем вот этот подвиг на кресте Голгофы, и взоры наши поднимаются туда, там, где нам была жизнь подарена. И действительно, Бог хочет иметь с нами общение. Он хочет, чтобы мы приходили к Нему, чтобы наше участие, оно было свидетельством, то, что Его план спасения работает. И Его кровь очищает нас, по слову Его, от всякого греха. Главное, чтобы мы приходили. Приходили к Нему, искали, искали вот этого настоящего общения в духе, в истине. Ибо таковых поклонников ищет себе Господь. Однажды Он сказал, сидя у колодца Самарянки. Мы живем в удивительное время, время Нового Завета, и Бог благословляет нас миром, благоденствием, словом благословляет. Дает нам возможность приходить в Дом Божий, молиться Ему. Перед нами еще будет завтра день, суббота. Кстати, завтра у нас тоже молитвенно. Молитвенно и для братьев здесь, в церкви, в 8 утра. И мы ждем всех, любого возраста, приходить, склонить колени перед Господом. Имея это общение, действительно открыть свое сердце, приготовиться, чтобы, придя в воскресенье, если Он продлить не нашей жизни, участвовать в Его заповеди достойно. Пусть Господь благословит нас. Услышанное Слово верой растворить в наших сердцах, принимая Его на добрую почву, чтобы оно изменяло нашу жизнь, открывало, действительно, те истины, которые так знакомы нам, но они так глубоки, для того, чтобы мы могли принимать их в свое сердце. Спасибо.